друзья всем привет сегодня я рисую розы линерами прошлый раз я рисовала акварелью а сейчас вот мы линеры и мой любимый изограф фирмы ротинг 35 номер и вот такие микрон линеры в предыдущем видео я показывала в своем ордоге как я рисую вот эти акварельные розы сегодня я рисую такие же только в графике а затем я буду миксовать и делать паттерны так что у меня работа сегодня так поехали друзья я проводила прямой эфир и часть розы я уже нарисовала в прямом эфире ну а с вами мы продолжим штриховку меня еще здесь две неначатые розочки так что вы все увидите поэтапно и так я делаю основные объемы штриховкой можно показать тень где мы не штрихуем оставляем светлые места там падает свет ну и также делаю потом прожилки на листиках так цветок становится более живой настоящий реалистичные и конечно те кто работает техники реализма прорисовывать все прожилки веточки лепесточки каждый листик конечно же неотразим и нет ни одного в природе листочка который бы повторялся ну и друзья поговорим конечно же о самом цветке о розе пожалуй ни о каком другом растении не существует такого количества легенд мифов как о розе цветок этот на земле появился примерно 30 миллионов лет назад так датируются находки окаменевших роз розы почитали в древней персии в греции во франции о них сочиняли песни им посвящали трактаты и воды а бутоны даже украшали гербы знатных родов особенно почитали розу в древнем иране в персии по персидски роза означает гюль и часто эту страну называли гюлистан то есть страна розовых садов там тоже родилось множество легенд вот расскажу вам сейчас одно из них однажды калаху явились дети богини растений флоры они пожаловались на постоянную сонную богиню лотос и попросили назначить на ее место нового повелителя аллах назначил правительница белую розу с острыми шипами соловей увидев новую царицу цветов восторге так сильно прижал ее груди что поранился сам а лепестки розы от его крови стали розоватыми по мотивам наверное этой легенды аскар уальт написал сказку соловей и роза вот сейчас я рисую прожилки у растения у бутона розы вот видите так как веточки также дополняю штриховкой и постепенно он оживляется наш рисунок древние греки считали розу даром богов они верили что она появилась из белой пены которая покрывала тело афродиты выходящий из моря при рождении оценив новый красивый цветок боги тут же обрызгали его нектаром благодаря чему у белой розы появился тончайший божественный аромат существует миф и о появлении именно красной розы афродита получила известие что ее возлюбленного адониса на охоте смертельно ранил вепрь не разбирая дороги богиня красоты прибежала к месту трагедии пробираясь через колючие кустарники тернии царапали тело и лицо афродиты и всюду в капал ее кровь вырастали красные розы такая легенда а в европе самым ранним изображением розы считают фрески к нос кого дворца на острове крит это еще 16 век до нашей эры и многие считают что именно этот дворец был знаменитым лабиринтом минотавра дворец находится в окрестностях популярного курорта эраклиона приблизительно в это же время роза выращивалась и в египте интересно что при раскопках египетских гробниц который возраст был более двух тысяч лет были обнаружены венки из роз которые так хорошо сохранились что даже удалось установить их ботанический вид здорово правда древние греки тоже очень любили розы они использовали эти цветы для украшения своих жилищ зданий улиц розами украшали храмы афродиты ну и других многочисленных богов розы носили на голове в виде венков знак траура им убирали также памятники древние греки верили что запах этого цветка предохранит останки от разрушения будет приятен душам умерших людей но и по традиции показываю вам своих друзей которые помогают мне творить вдохновляют тем более вышло солнышко так хорошо все освещено и вот посмотрите вблизи мою работу сейчас мы перейдем к основному центральному ботону и так я наношу штрихи на центральную розу сразу смотрю где самые темные места прохожу штриховкой сразу и показываю штрихи наносим так как будто мы моделируем объем цветка придаем его такую натуралистичность и за ним сразу я по центру намечаю где будут прожилки проходить но сверху у меня еще будет штриховка ну и что же там с легендами что же там с историей о розах продолжим дальше из греции роза попала в рим где тоже стала очень любимым цветком римляне выращивали розы не только ради красоты они обожали этот аромат этих цветов лепестками наполняли ароматические подушки добавляли в духи и в пищу в косметике а также усыпали лепестками полы в домах по праздникам ну и путь новобрачных и сейчас есть такая традиция уже в самые древние времена людям была известна технология изготовления ароматического масла из лепестков розы а розовая вода была одним из самых распространенных косметических средств ну а после падения римской империи о розе на время забыли потому что она считалась у христиан знаете чем языческим символом в средние века популярность вернулась ну и как говорят картины этого времени они даже стали частью культа девы марии во время молитвы монахи перебирали четкие сделаны из сухих плодов шиповника друзья я прочитала интересную информацию что в 1798 году для жены французского императора наполеона бонапарта жозефины очень любил был создан самый шикарный по тем временам ботанический сад со всего мира в ее замок мальмезон свозили всевозможные экзотические растения наполеон питал особую любовь именно к розам говорят что его военачальники обязаны были привозить из покоренных стран сад этой жозефины лучшие сорта этого цветка коллекция получилась очень внушительная представляете около двухсот пятидесяти сортов и один из французских живописцев художник-ботаник пьер жозеф редутте запечатлел эту коллекцию роз он знаете создал прямо целую серию их портретов тем самым художник спас на своих картинах каждую розу не только от видания но и от забвения так что рисуйте розы так они никогда не не увянут у вас до сих пор его картины считаются непревзойденным шедевром ботанической иллюстрации так что посмотрите картины художника пьера жозефа редутте известно что культурные розы произошли от дикорастущих цветов самый распространенный из них вы знаете это шиповник а родом он из северной европы 15 веке крестоносцы завезли в европу с ближнего востока гальскую и дамасскую розы вот они и стали прародителями как теперь принято говорить старинных сортов и пока я рассказывала историю я уже начала третий цветок розы и сейчас я делаю объемы показала тень и и теперь верхние лепестки как на которые падает свет я на них тоже делаю легкую штриховку и также делаю небольшие складочки так цветок получается мне кажется более интересным ну а теперь перехожу к штриховке листьев розы показываю сразу самые темные места но все также делается по аналогии как с другими розами ну и а пока оставляю светлыми там где падает свет на ношу тени прорисовываю прожилки и у лепестка еще можно поговорить про ароматы роз как она великолепно пахнет на верхней стороне лепестков существуют такие маленькие микроскопические мелкие железы которые выделяют летучие вещества эфирных масел разных ароматов есть сорта роз с таким сильным ароматом что люди даже вот с обычным обонянием легко определяют его ну а люди же с тонким обонянием воспринимают запахи иначе они могут распознать даже запахи слабо легко так пахнущих сортов и уловить что розовые костики могут пахнуть например яблоками фиалками апельсинами и малиной геранью и ирисами и даже майским медом вином или перцем интересно как ну и специалисты даже установили взаимосвязь вот знаете вы нет что между ароматом розы и и окраской цветов температурой и погодными условиями есть связь например темные сорта пахнут сильнее чем светлые а розы с толстыми лепестками имеют больший аромат чем те у которых лепестки более тонкие в теплую погоду цветы пахнут сильнее чем прохладную произрастающие в тяжелом питательном грунте экземпляры пахнут сильнее чем те же но посажены в легкие субстраты вот такая история сейчас вспомнила что я была в очень интересном месте когда мы путешествовали по болгарии в городе казанлык мы были там есть музей розы и мы там покупали масло розовое крема на основе розы вот такой вот аромат до того приятные нежные и они были очень натуральные без консервантов их надо было сразу использовать первая музейная экспозиция в канзенлыжской розе розы дающее масло была открыта в шестьдесят седьмом году а в шестьдесят девятом открыли музей розы который является уникальным во всем мире там можно увидеть инструменты для обработки розари контейнеры для хранения и также для экспорта розового масла розовой воды также в музее хранятся типичные для жизни людей долине роз экземпляры оборудования мебели одежды и многое-многое другое очень интересное место если будете в болгарии побывайте в городе казанлык музей роз так что про розу можно очень много рассказать множество книг поэм легенд посвящены розе и как только ее не увеличали царицей цветов оком сада царицей лета красиво правда славой цветников улыбкой природы ароматом богов здорово ну даже ни один цветок не играл более важной роли в летописи человеческих произведений артисты философы и литераторы художники все они воздавали ей неутомимое поклонение роза это происхождение древнего и благородного она пропитывает своим ароматом страницы библии священных книг востока гробницах древнего египта как я уже рассказывала она покоится на груди таинственных мумий попавшие лепестки и наполняют сверкающие кубки на азиатских пиршествах а на олимпе она распускается в руках богов как здорово правда для себя я еще открыла удивительную японскую розу которую выращивают ради шипов представляете они широкие красного цвета и образуют настоящие крылья эта роза просто чудо в ботанике и совершенно подходит на фантастический цветок которым китайцы расписывают свои ширмы я вам покажу даже фотографию этих красных шипов вот друзья такая у меня работа получилась очень люблю я штриховать это моя медитация обожаю штрих и форму и так вот сделала сет показала объемы а третий формат рисунок готов друзья до новых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте лайки я рада вам всего самого доброго пока пока